Трагедия в Одессе. Масштабный пожар в доме на Троицкой. В здании, в частности, располагался колледж экономики, право и гостинично-туристического бизнеса и институт морской биологии. На данный момент известно, что погибла студентка колледжа. 29 человек находятся в больнице, 14 детей пропали без вести. На сегодняшний момент 29 человек находятся в больнице. Из них один сотрудник МЧС в крайне тяжелом состоянии, два в полном. Раздельные – это 14 детей и в общей сложности 15 взрослых, из них 7 сотрудников МЧС. У всех в основном отравление, состояние среднее. Уже в первые часы пожара городские власти оперативно организовали штаб по чрезвычайным ситуациям. На месте событий уже сутки работают городские коммунальные службы. В тушении и ликвидации последствий задействована техника города. Организованы горячие напитки и еда для сотрудников МЧС, пострадавших и их родственников. Также на месте работают пострадавшими психологи городских служб. Когда у нас случается беда, я думаю, что в нынешней ситуации, в этой страшной трагедии в Одессе, мы не разбираемся, чья это собственность. Хотя первое, что сделали, начали быстренько выяснять, чья же это собственность. Многие очень расстроились, что это не городская собственность. Потому что уже готовы были статьи, репортажи и так далее, и так далее. Не важно, чья это собственность. Важно сегодня помочь тем, кому мы можем помочь. Было задействовано 9 вышек. Также дополнительная спецтехника, водовозы, люди, наши сотрудники, сотрудники ЖКС. Также мы ночью демонтировали деревья, которые мешают этой работе. Демонтировали контактную сеть. Мы эвакуировали людей из соседнего здания, потому что до конца не понимали, в каком состоянии в техническом здании, которое горело вчера. Сейчас ведутся работы, допуска еще в середину нет. Мы всеми силами это помогаем. Город активно участвует. Все, что от нас необходимо, все делаем. Не остались в стороне трагических событий одесские предприниматели и горожане. В городской штаб по чрезвычайным ситуациям обращаются с желанием помочь, кто чем может. Кто горячими напитками, кто предоставил помещение для информационной помощи. Завтра по согласованию с банком, проминвестбанком на Пушкинской 36, также они предоставили помещение, на котором будут находиться. И родственники, которые будут ждать информацию о тех, кто не ответил сегодня на звонки, это и работники колледжа, и ученики колледжа. Несмотря на то, что здание экономического колледжа не является собственностью города, абсолютно все городские службы, которые необходимы для ликвидации последствий пожара, будут продолжать оказывать необходимую помощь работникам МЧС, госпитализированным пострадавшим и их родственникам. Это наша совместная работа. Сегодня так получилось. Опять же, здесь неважно. Мне как-то хочется более по-человечески объяснить, чтобы мы убрали все, что у нас сегодня творится. Убрали, кто первый, кто второй, кто ближе оказался. Оказались наши подразделения, которые проводили там работу недалеко. И вышка наша, Зелентрестовская, оказалась рядом. Поэтому, не рассуждая, не говоря о том, что вызвали нас, не вызвали, наша вышка проехала во двор здания, где находился флигель. Мы смогли снять сотрудников, сняли женщину. Еще сняли и стали, как только приехали подразделения ДСНС, первые пожарные, первые сотрудники-спасатели были подняты этой вышкой. Я думаю, что вот именно в этом, стоя на месте, как раз видно было, где слаженная работа. Когда мы не задавали себе вопросов, кто где. Пожар на Троицкой – это общая трагедия. И сейчас самое главное – объединившись, оказать помощь тем, кто в ней крайне нуждается.